Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы продолжаем играть в Корсары каждому свое. А точнее, мы находимся на корабле Каролина, точнее, фрегат Каролина на острове Справедливости. Итак, ребята, я пришел к вот этому толстопузу, ну подыми свою шляпу, чтобы люди видели, кто-то такой. Вот, мы пришли к нему купить пароль для того, чтобы пройти во вражескую банду спокойно. Там, получается, каждую неделю новый пароль. Итак, ну что, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, кто до сих пор еще не подписан, и обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Ну и, естественно, если тебе нравится остров Справедливости, обязательно влепи лайк этому видео, а мы продолжаем дальше. А это вы, мой драгоценнейший. Какие-то трудности? Здравствуйте, здравствуйте. Недавно на этом острове ваше лицо мне не знакомо. Позвольте представиться от Джузеппе Фацио, специалист по решению различного рода проблем на этом клочке суши среди моря. Добрый день, мое имя Шарль де Мор. Вы правы, я действительно здесь недавно. Простите за любопытство, а какие проблемы вы решаете? Разные, мой дорогой, разные. Например, я улаживаю сложность в общении между кланами и адмиралом. Как вам должно быть известно, Ривадос, Нарвалы и адмирал враждует между собой. Я осуществляю подсведническую деятельность между ними по щекотливым вопросам. Кроме того, часто выступаю в роли нейтральной страны при продаже продовольствия адмиралам представителям кланов. Но это лишь небольшая часть моей деятельности. Но что, если у вас вдруг возникли трудности с Нарвалом или Ривадос? Обращайтесь ко мне, попробуем их решить. Хорошо, я приму это к сведению. Эээ, а мне надо пароль. Я хочу узнать текущих пароль кланов для прохода на территорию. Блин, а я забыл. То ли Нарвалы, то ли Ривадос они. Отправляйтесь в гости к черному Эдди, я угадал. Вроде того. Так вы знаете текущий пароль Ривадос? А как же? Но сначала позвольте вести краткие пояснения. Пароль кланов представляет собой одно определенное слово и меняется 4 раза в месяц. Ну, каждую неделю, как я говорил. То есть практически еженедельно смена паролей происходит каждого 7, 14, 21 и 28 числа. Понятно. Так что следите за текущей датой, чтобы не попасть в просаг. Но и как вы понимаете, пароль я вам предоставлю не бесплатно. Стоимость одной услуги 50 дублонов. За пароли я беру только дублоны. Имейте это в виду. 50 дублонов? Это же целая куча монет. Ну, ну, мой мальчик, не стоит горячиться, не жадничайте. Поверьте, я отлично знаю цену своей информации. Ведь вы на корабле Ривадос не на прогулку собрались, верно? Верно. Значит, должны быть готовы к тому, что придется расстаться с некоторой суммой денег. Так вы готовы заплатить 50 дублонов? Да, вот, держи свои монеты. Отлично. Приятно иметь с вами дело. Текущий пароль Ривадос. Лан-ге-док. Лан-ге-док. Так, запомните хорошенько и не ошибитесь. Когда будете называть, в противном случае я не дам за вашу жизнь ни гроша. Понятно. Да, я знаю, спасибо за информацию. Так, лан-ге-док. Лан-ге-док. Блин, не забыть бы. Кстати, ребят, я очень медленно передвигаюсь. Это лишь из-за того, что я набрал себе от жадности слишком много жемчужин. Для того, чтобы здесь... А я побежал. Офигеть. А я бегаю теперь. Ну-ка. А, ну так правильно, с дублонами расстался. У меня вес легче стал. Хе-хе. Нормально. Так, ладно, я не помню, где эти Ривадос. Лан-ге-док. Блин, не забыть бы вот этот пароль. Ну ладно, я думаю, мы его не забудем. Так, я сначала, когда искал Каролину, я нечаянно забрел на вражескую территорию. А вражеская территория где-то здесь. Так, а я через корабль, по-моему, проходил. Флорентина? Через Флорентину, что ли, ходил? Блин, я не помню, хоть убейте. Так, ладно. Проходим через этот корабль, потому что мне что-то акула говорил. Надо насквозь пройти. Ну, не знаю, получится или не получится. Ладно, вперед. Итак, я вижу трюм. Ух ты, трюм с водой. Не, я здесь, походу, не был. Я здесь точно не был. Надо отсюда, наверное, уходить. Так. А, эти двери не открываются. Понял. Так, а здесь что у нас? Ну, ладно, улицы выйдем. Как туда пройти-то, елка-палка? По висячему, что ли, мосту? Ну, блин. По-моему, они Ривадос. Ну, да, я вижу, что они очень сильно загорелы парни. Скорее всего, это и есть Ривадос. Лангедок. Так, я запомнил. Стой, где стоишь. Лангедок. Все верно. Можешь проходить. Спасибо, приятель. Не стой здесь, проходи. Да и мне насрать. Че ты на меня пялишься? Чунга-чанга. Ладно, идем дальше. Не, вы реально спали, мы что ли только слезли? Я не пойму, блин. Так, по-моему, надо идти сюда. Мне, в принципе, акула все пояснил, как куда идти, но я, как обычно, нихрена не запомнил. Так, это улицы. Блин, вот эти... Вот в сундучках бы вот этих полазить. Было бы, конечно, прикольно. Так, по-моему, надо идти сюда. Да, я уже давно здесь не был. Я забыл, как это все проходится. Поэтому, ребята, будем вспоминать. Итак. И че? Ага. Нет, не сюда. Здесь где-то вход должен быть. А, вот, наверное, здесь где-то. Не понял. Это не двери, что ли? Мужики, а вы кого охраняете здесь? Блин. Будь проклят тот день, когда я не слушал акулу Дотсона. Потому что он мне все объяснял, куда идти. А я его очень невнимательно слушал. Прям очень невнимательно. Да блин, мне кажется, сюда куда-то идти надо. И так, идем. Надо пройти здесь. Получается, уходим. Так, по-моему, надо идти сюда. Так, ребята, я вам пароль сказал. Меня не надо только дергать. Стой, где стоишь. Ты, Кэдди? Ну ладно, проходи. Он найдет для тебя минутку. Спасибо. Раз, разрешил. Итак, заходим к Эдди. Надо все-таки с ним перетереть. Ребята, а вот Эдди. Собственной персоной. А это, походу, его любовник, что ли. Потому что что-то как телка одет. А ты похож на Нарвала. Или мне показалось? А, чувак, тебе показалось. Ну что тебе, белый человек, на территории Ривадос? Меня зовут Шарльдомор. И я пришел с официальным визитом от адмирала Дотсона. Мне нужно поговорить с черным Эдди. Как я понимаю, это ты. Да, я Эдвард Блейк. Или черный Эдди. Говори, что адмиралу нужно от тебя. В тюрьме на Тартарусе находится ваш человек по имени Чимсет. Адмирал хочет его освободить. Это очень хорошая новость. Чимсет, наш духовный лидер. Все Ривадос огорчены его пленением. Но, как я понимаю, адмирал что-то хочет за его свободу. Ничего, он просто желает его освободить в качестве жеста доброй воли. Однако, с этими возникли непровидные трудности. Продолжаю, объявил человек. Бывший госман адмирала, а ныне тюремщик Чад Каппер, перешел на сторону Нарвалов и вышел из-под контроля адмирала. Мы узнали, что Чад готовит убийство Чимсета. Адмирал не желает этого допускать. Мы предлагаем вам провести совместную операцию по ликвидации предателя и освобождению вашего человека. Твои слова звучат странно, но продолжает Чимсет в опасности. Да, Чад собирается его убить. Каппер намерен при помощи Нарвалов захватить власть на острове, чтобы спасти Чимсета. Нужно немедленно действовать, пока Чад ничего не подозревает. Адмирал снял свою палубную охрану с Тартаруса. Вход на него свободен. Вот ключ, который открывает двери в тюрьму. Держи. Собери своих бойцов, отправляйся на Тартарус и освободи Чимсета. У тебя для этого есть все возможности. Это похоже на ловушку, или там нас ждет засада? Если Адмирал решил таким способом нести удар по Ривадос, почему он сам не ликвидирует Каппера? Додсон считает, что жизнь Чимсета вам дорога. Со своей стороны он сделал достаточно, передал тебе ключ и снял охрану. Вам осталось только войти, расправиться с Чадом и освободить своего человека. Даю тебе честное слово, что никакого подвоха нет. Да, да еще, Адмирал хочет в обмен на Чимсета получить голову Каппера. Мы поняли друг друга? Жизнь Чимсета важна для Ривадос, как никакая другая. Мы отправимся на Тартарус немедленно. Ты останешься здесь в качестве заложника. Если нас в тюрьме будет предстерегать засада Адмирала, ты узнаешь на своей шкуре, что такое гнев Ривадос. Зикома, встань у двери и следи за нашим гостем, чтобы он не покинул пределов каюты. А я возглавлю наступление на Тартарус. Удачи, Эдди, и помни, мне нужна глава Чада Каппера. Ну вот, короче, Эдди пошел. Сейчас они будут нападать. Так, а это реально его любовница идет, потому что, ну блин, он на мужика не похож вообще никак, хоть убейте. Ребят, вы из этих, что ли, я не пойму? В носу какие-то еще стоят. То ли, блин. Лучше бы кольцо себе бычье вот это сделал, чтобы его привязывало. Сеньор что-то забыл в наших трюмах. Может, поищем вместе? Нет, спасибо, я один могу все найти. Чимсет свободен, а ты не солгал, белый человек. И за свободу и жизнь Чимсета я готов назвать тебя другом Ривадос. Я очень рад, Чарт Каппер мертв. Я вынужден просить извинения, белый друг. Ты сделал все со своей стороны, а мы подвели. Я подвел, проклятый Каппер сбежал. Вместе с ним в тюрьме были два Нарвала. Мы их уничтожили, но гнусный тюремщик, отстреливаясь, выскочил через дверь внизу и ушел от нас в плавь на территорию Нарвалов. Эх, неужели ты не знал, что у Тартаруса два выхода? Мы не подумали об этом, атаковали со стороны палубы. Жаль, я рассчитывал получить голову Чада, очень, очень плохо. Теперь он будет и дальше нам вредить. Я признаю свою вину, но мы не могли проследовать за ним на корабле вражеского клана. Вместо головы Чада ты получишь дружбу и уважение Ривадос. Отныне ты можешь всегда рассчитывать на нашу поддержку. Наши корабли теперь открыты для тебя, для свободного прохода. Мудрость Чимсета, освобожденного с твоей помощью, тоже тебе пригодится. Поговори с ним, если у тебя есть... в чем есть, в общем, нужда. Так передай, Эдмиралу, мои заверения, что я оценил его поступок. Хорошо, погоди, мы упустили Чада, но я нашел у него на столе несколько бумаг, которые он изучал. Когда мы ворвались, он бросил их, а я собрал. Вот они, может, написанное там окажется для тебя полезным, мой белый друг. Ха, возможно и окажется, Чад слишком много доверял бумаге. Ты всегда желанный гость у нас, белый друг. Все Ривадос будут оповещены об этом. Удачи тебе. И тебе тоже, Эдим. Ривадос все-таки подвели своего Чимсета, освободили. А вот Чад от них сбежал очень плохо. Пока этот мерзавец жив и насвободен, ни Мэри, ни Акула, и, естественно, и я не можем чувствовать себя спокойно. Если бы негры позволили мне прийти с ними на Тартарус, такого бы не случилось. Ну что, сделано, то сделано. Отправляюсь на доклад Додсону. Также надо изучить записи со стола капера, что пройдет с Эдди. Может, там я отыщу какую-нибудь полезную информацию. Ну что, надо возвращаться обратно, ребят. Еле нашел сюда дорогу, потому что было сделать это реально непросто. Я постоянно путался в этих кораблях, кто уходил фиг пойми куда. Короче, надо просто играть немножко повнимательнее. Корабли вроде внутренне похожи друг на друга, поэтому я, в общем, поэтому запутался. Так, надо идти здесь. Нет, не здесь, вот здесь. Да господи, что за ступенька дурацкая. Ладно. Стой, где стоишь? Да иди отсюда. Все, мы друзья, короче, ребята с Ривадос. У нас есть союзники. В принципе, Акула, я думаю, будет этому рад. Но надо навести визит Додсону и уже с ним реально... Ой, елки, я не туда ушел. Кстати, что больше всего нравится вот здесь в этой карте, и в Корсарах упасть нереально. То есть я подхожу к бортику, даже если он оголен, я не упаду. Стой, где стоишь. И отвалить достал. Все. По идее, я уже у Акулы. У Акулы. Так, а вот он сидит, Стивен. Ребята, я обхожу его с этой стороны, потому что это пирог, крутое, оно мне немного мешает. Блин, теперь свечи мне мешают нормально. Ты что так долго пропадал? Мне уже донесли, что Ривадос освободили своего колдуна. Меня все это время держали заложником на протекторе, боялись засады. Чем с это они освободили? Да вот чат ухитрился улизнуть. А вот проклятие, недаром говорят, никогда не связывайся с черномазами. Такое простое дело не смогли выполнить, черт бы побрал этих Ривадос. Чат скрылся у Нарвалов. Еще бы, он не дурак и прекрасно понял, что Ривадос не смогли бы без моей помощи прорваться на Тартарус. Теперь он будет прятаться и действовать из-под тишка. Лайтон! Усилить блокпосты, смотреть в оба. Тот, кто ликвидирует Капера, получит щедрую награду. Ладно, Стивен, у меня есть почва для размышлений. Возможно, мне удастся выйти на след Чада. До встречи. Акула, конечно, остался недоволен, что Чат сбежал. Еще бы. Ну а пока... А пока Декстер раздает приказы пиратам смотреть в оба. Я отправляюсь по следам Капера. Начну с того, что навещу Мэри и покажу ей найденные письма. Может, она подскажет, что дельное. Ну, я тоже думаю, надо поговорить с Мэри, тем более мы долго у нее не были. Наверное, сейчас мы к ней перейдем. Я все-таки думаю, надо, наверное, до Мэри доплыть. Уйди отсюда. Мэри доплыть. Ну что, я приплыл, получается, к этому кораблю-флейту Мэри. Я думаю, нужно зайти в каюту, и уже с Мэри надо поговорить о каких-то письмах. Да, я гляжу, флейта уже тонет. А вот она и Мэри. Мэри, привет. Что у тебя здесь есть? У тебя ничего нету. Ладно, я понял. Да ладно ты, не беги за мной. Ну? Как успехи в твоих поисках? Ну что, Шарль, пора удачи хорошими новостями. Вопрос с адмиралом улажен без сучка и задоринки. Ты его совершенно не интересуешь. Его беспокоит исключительно предательство Чада. Ой, слава богу, спасибо тебе, век не забудут. Да, теперь хоть от адмирала гадости не нужно ждать. Что с Чадом? Что предпринял Акула? Мы натравили на него Ревадос. Лейтон Декстер снял охрану с Тартарусом. Я передал черному Эдди ключ от тюрьмы. Негры отправились освобождать своего колдуна, чем сета. Но дали маху. Убили как-то двух нарвалов дружков Капера, а сам Чад сбежал. И скрывается где-то на острове, говорят у вас. Кошмар! Значит, мне нужно быть еще осторожней? Ну куда уж больше. Я и так и не выпускаю пистолеты из рук. Спокойней, Мэри, Чаду сейчас точно не до нас. Уверен, он прекрасно понял, кто напустил на него негров. И сейчас будет делать все, чтобы убить Акулу, а не тебя. Ты действительно так думаешь? Ах, мне уже надоело бояться. Хм, мне казалось, тебе не страшно. Ха, мне не страшно? Мне не страшно драться на шпагах в честном бою, а сидеть сложа руки, ожидая какого-нибудь подлога хода со стороны Чада. Мне страшно. Да, очень страшно, Шарль. И все же, поверь мне, Капера сейчас интересует только Адмирал Мэри. Мне нужно с тобой посоветоваться со мной. И о чем же? Эдди прихватил со стола Чада в трюме два письма, которые тот бросил во время нападения. Прочти их, может, что-нибудь подскажешь? Все-таки вы вместе с Чадом начинали планировать покушение. Давай сюда, читай. Хм, Аксель, это наверняка Аксель Йост, наш торговец на Эсмиральде. Да, Чад решил у него зачем-то купить бочонок виски. Очень странно, Чад ничего не пил, кроме Рома, а виски называл крестьянской самогонкой. А что значит второго письма? Марчелло. Марчелло? Это Марчелло Циклоп, бывший королевский егерь. Из-за него я боюсь даже нос показать на палубе. Он тот самый снайпер, которого вы наняли. Да, Марчелло сорока шагов попадает из мушкета в муху. Недаром, что у него есть только один глаз. Да, он должен был снять акулу с дальнобойного штуцера, с бушприта, на Санто-Флорентины или массовой площадке Фурии. Если бы на Джузеппе не удалось надавить, получается, Чад все-таки решил застрелить акулу с помощью этого, как вот там, циклопа. Но при чем тут Эва? Сесил, спиртное. Эва это корабль в нейтральной зоне, а Сесил, это Сесил Галард. Забавная старушенца и живет там. Недавно перебралась туда Санто-Флорентины. Орелли Бартин, ее подруга, обе жили на острове, наверное, еще до моего рождения. Да. Хм, несуразица выходит, два здоровых верзилы прячутся от одной старухи, чтобы распить на двоих в трюме бочонок виски. Бред какой-то. Удачное время Чад выбрал для попойки. Ничего не скажешь. Я же тебе только что сказала, Чад не пьет виски. Только Ром. Ладно, пес с ним. Ты не знаешь, где найти циклопа? Нет, он очень скрытый. Дни проводит на внешнем кольце кораблей. Стреляет в чаек. А где ночует, никто не знает. Раньше его часто видели у Ривадос. Вот невезение. Но раз зацепок нет никаких, пойду в магазин к Акселю. Может он сможет что-нибудь пояснить. Увидимся, Мэри. Закрывай двери за мной. Шарль, я тебя очень прошу, найди Чада, побыстрее. Я не спала ни одной минуты с того момента, как на меня напали. Держись, милая, сделай все, что в моих силах. Из разговора с Мэри я вынес немного, но больше, чем ничего. Чад собирается зачем-то купить у Акселя Йоста торговца бочонок ирландского виски. Это выглядит странно, особенно после слов Мэри, что Чад не пьет ничего, кроме Рома. С Марчелло циклопом снайпером тоже ничего не ясно. Иду к Акселю, это моя единственная ниточка. Черт возьми, в который раз я ловлю себя на том, что думаю не о Чаде и не о том, как его найти, а о Мэри. Милая Мэри? Так я ее назвал в разговоре? Не нравится мне это. Ох, не нравится. Шарль, привыкай. Я серьезно говорю, привыкай к этому, это нормально. Это бывает. Ладно. Я думаю, надо все-таки идти к торговцу. А чтобы прийти к торговцу, мне сначала надо попасть на корабль, приплыть обратно к этому к акуле. И там по палубам, получается, я смогу спокойно забежать. Поэтому через 3 секунды я буду на корабле у акулы. Итак, раз, два, три. Ну что, ребята, приплыл я, получается, обратно на корабль к акуле Дотсуну. И мне надо пройти в магазин для того, чтобы поговорить именно с Акселем. Так, ребят, а мне надо на Каролину в первую очередь. Так, вот она, Каролина. Из Каролины мы проходим магазин, получается, вот через вот этот корабль. Тут должна быть церковь, как я понимаю. И вот он. Видите? Сторе, пожалуйста, это магазин. Все, я не помню только вот с этой стороны магазин заходить или... Хе, значит, стой. Все, понятно. Только, правда, дверка нам в пупок дышит, я бы сказал. Она очень маленькая. Я не знаю, как шар в нее пролезет, но он, походу, пролезет. Так, ну, убранство корабля, конечно, тоже скудное. Ну, ладно, у меня на Калиуче более не приборний. Так, вот он магазин, в принципе. Это ты, Аксель? Погоди, я тебя не вижу. Это ты, Аксель, получается? Чего тебе, приятель? Хм, а что здесь делаете? Где Аксель? Аксель занят. Он сейчас у Дональда Гринсли. И пробудет у него до ночи. Так что, если ты хотел что-то купить, отложи свое желание до завтрашнего утра. А я здесь присматриваю за магазином, чтобы никто ничего не украл. Так что, смотри. Понятно. И чего именно ему сегодня это приспичило? Ладно, приду утром. Узнав, что торговец будет именно утром, ребята, я немножечко пригрустил и решил прийти в таверну. Итак... Есть особо нечего. Скукотища, Санчо, я хочу посидеть у тебя в таверне до вечера. С бутылочкой хорошо вина, так и время скоротаю. Да не вопрос, дружище, за каких-то три сотни песо ты получишь бутылку отличного французского вина. И расслабься сколько душе угодно. Спасибо. В принципе, да, я с бутылочкой посидел, сейчас расслабился. Мне хорошо. Ну да-да-да, мы видим, как Шарль употребляет. Возможно, кушает что-то. Но мне кажется, он вот эту бутылку распивает. Да, ему хорошо. Но я думаю, мы помимо распития вина, мы обязательно, наверное, поспим. А, ну 20-30, детское время, пора спать. Вообще, в принципе, здесь можно приплыть к Мэри и переночевать у неё. Есть особо нечего. Но я пока, наверное, останусь здесь. Так, так, так. Мне нужно переночевать. Следующим утром. Всё, мы ночуем в 3, дорогая, очень дорого, за 20 песо. И теперь можно спокойно отсюда... Э, в смысле? 7 утра, я хочу уйти. Всё, уходим. Я думал, меня закрыли в этой каюте, сейчас подожгут. Реально, ей-богу. Ладно. Сейчас идём обратно в магазин. Обратно в магазин. Я постараюсь это всё ускорить. Так, я не понял. А я туда иду? Ну да, вроде туда иду. Блин, самое классное, что с досок упасть нереально здесь. Просто это невозможно, я бы даже сказал. Так, я не туда, походу, забежал. Да. Это я куда? А, это Каролина? Это Каролина? А, ну да, это Каролина. Ладно, всё, бежим по Каролине. Получается... Так, уходим сюда и идём вот примерно сюда. Всё, магазин. 7 утра, почти 8. Пора бы, я думаю, уже открыться. И мы поговорить должны будем с торговцем. А вот, видите? Уже скриптово торгуют здесь. Вот он, пожалуйста, вот он. Приходите почаще, сударь. Мне постоянно приносят что-нибудь новенькое. Послушайте, Аксель, к вам обращался чат-каппер по поводу покупки бочонка виски? Да, дружище, обращался. Но если и ты надумал купить бочонок Большмилс, то я тебя огорчу. Он был единственный, чат его уже оплатил. И забрал. Могу предложить шотландский виски. Он чуть не хуже ирландского, а как на вкус, даже лучше. Может быть, позже, а что-нибудь ещё у тебя чат покупал? Нет, интересовался мышьяком. Сказал, что у него на Тартарусе расплодилось много крыс. И хочет их потравить. Но мне мышьяк ни к чему, с тех пор, как я нанял этого дурачка Олли убираться в магазине. Все крысы сбежали в таверну к бедняге Санчо. Чего ж тут крысы не выносят, Олли, это я не знаю. Наверное, у него в роду были кошки. Ха-ха, наверное, так что если у кого есть мышьяк на острове, так это у Санчо. Понятно, ну что же, спасибо за информацию. Каппер действительно приобрёл бочонок редкого ирландского виски у Акселя. Кроме того, интересовался мышьяком для травли крыс на Тартарусе. Что-то подозрительно на Тартарус, пока жив акула и ему вход заказан. Мышняка у Акселя не оказалось, но он отправил чада к Санчо. А, э, карпентеро. Тот постоянно травит крыс в своей таверне. Э, немедленно бежим к Санчо. Блин, я только что недавно был в таверне, чё теперь опять в таверну бежать? Закуски мало, зато Рома хоть упейся. Послушай, Санчо, говорят, к тебе обращался чат Каппер по поводу покупки мышьяка. Каппер? Нет, он в последнее время даже не заходил ко мне. Но пузырёк мышьяка у меня буквально четверть часа назад купил Марчелло Циклоп. Его даже, его даже замучили крысы. А, как я понимаю, житья от них нет, проклятых. Марчелло Циклоп? Ну да, а ты видишь в этом что-то странное? Нет, ты что, просто я уже который день его ищу, а тут, оказывается, он к тебе заходил. Не скажешь, куда он запропастился. Он уходил вместе с Адольфом, блин, чуть не прочитал Гитлером, Барбье, что живёт на Санто-Флорентине. Наверное, к нему пошли. Спасибо. Если тебе нужен мышьяк, могу продать пузырёк за два десятка дублонов. Хорошо, вернёмся к этому разговору позже. Санчо, бывай. У Санчо Каппер так и не появился. Видимо, не рискнул соваться слишком близко Таверна от Сан-Августина. Зато к бармену приходил Марчелло Циклоп и купил пузырёк мышьяка. Выски, виски и мышьяк. Кажется, я догадываю, что затеяли эти два негодяя. Ну чё, на Санто-Флорентину, я думаю, бежать надо, раз нам так сказали. Она, в принципе, где-то тут неподалёку, но я думаю, мы долго искать её не будем. Итак, я на Санто-Флорентине. И чё? А, надо спуститься вниз. Блин, ничего не видать. Вот реально, хоть от первого лица иди. Так, это мы видим какого-то чела, но я думаю, сейчас мы с ним... Опачки, а на меня нападают? Кто такой вообще? Челик. До свидания, наконец-то. Так, а чё у него в карманах есть? Офицерский палаш, интересно, а что у него? Обычный офицерский палаш. Четырёхствольный пистолет. Письмо. Порох. Блин, мне бы четырёхстволку бы себе взять, а? Сейчас покуха возьмём. Всё, я обследовал его труп. Так, а вот это чей труп, я не понял. Жалко, имена не пишутся, кто сдох. Бронзовый ключ. Блин, на пять места нету. Сейчас освободим. Я не знаю зачем, но я взял ключ, в общем, у Адольфа вот этого на теле. Потому что он в будущем нам должен где-то пригодиться. Где, ребята, я не помню. Если вы знаете, напишите в комментариях. Потому что я точно помню, что этот квест я, когда первый раз вообще в эту игру играл, я ключ с трупа не снял. И в итоге я был в просаке в дальнейшем прохождении. Отклоняться было уже стрёмно назад. Поэтому я очень долго переживал. И в итоге только в этом прохождении я решил ключ взять. Ну, ребят, такие фейлы тоже бывают. На Санта-Флорентине я нашёл стоящего над трупом Барбье Нарвало, который немедленно напал на меня. Совсем негодяи распоясались. Уложив мерзавца, я обыскал его и обнаружил записку Адольфа Циклопу. Барбье пытался шантажировать Марчелло. И это обошлось ему очень дорого. Я опять пошёл по ложному следу. Ни Капера, ни Циклоп. Осталось только отправиться на Эву. В Триум. Это последнее известное мне место, где могут скрываться заговорщики. Как бы глупо это не выглядело. Так, я на Эву, только куда идти пока я не знаю. Так. Наверное, вниз куда-нибудь по-любому. Заговорщики, вы здесь, нет? Да, походу, заговорщики тут. Сейчас я жизни себе прибавлю. И мы, наверное, начнём. Вот они стоят и заговоры тут всякие, интриги плетут. Ну ничего, сейчас мы с ними разберёмся. Поменьше суй свой нос в чужие дела. Целее будешь. Он наверняка уже приложился к бочонку, я уверен. Это его любимый виски, чёртов ирландец. Ждать осталось недолго. Мышника я насыпал столько, что табу в лошадей передохнет. А? Чёрт возьми! Что тебе здесь надо? Проваливай! Долго же я тебя искал, отравитель. Странно, что второго негодяя Циклопа тут нет. Значит, метишь на место акулы. Ха-ха, акула уже труп. А ты сейчас отправишься вслед за ним, шпион. Да мы это ещё посмотрим. Так, а вы тоже стрелять умеете? Ух ты, ух ты, ух ты, какие вы крутые, дядьки. Так, а мы вот здесь ещё будем. Кого чё-то? Понятно, я не успел. Поменьше суй свой нос в чужие дела. КОНЕЦ 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 Чат Капер вместе со своими сподвижниками Нарвалами уничтожен Циклопа среди них не оказалось У всех было всего два глаза Как я и догадывался Мерзавцы отравили виски в бочонке И передали ничего не подозревающим акуле Быстрее Сан-Августин Может быть еще не поздно Ну да, а то они акулу траванут И капец Ничего хорошего в этом не будет Так, ребят, я не понял Че за движня Так, а где акула-то? Ты что ли? А, Шарль, дружище, что-то совсем нехорошо Стивен, ты пил выски из бочонка Пил, черт тебя подвери Да, это самый лучший ирландский виски Мне его сегодня принес Джузеппе Фацио Сказал от лидера Нарвалов Знак примирения Ох, да чего же плохо Кажется мне конец Проклятие, виски был отравлен мышьяком Это сделал Чарт Капер вместе с Марчелло Циклопом Ботман все-таки добрался до меня Будь он проклят Ты не умрешь, слышишь? Ты не умрешь Быстрее бери эту флягу В ней самое сильное лечебное зелье Из тех, какие есть на свете Оно лечит все Пей быстрее Ох, Шарль, миф прям полегчало Только тошнит сильно И боль почти утихла Это зелье лечит даже самые страшные отравления Пей до последней капли Вот так Чудо какое-то Словно рукой сняло Спасибо, дружище Никогда этого не забуду Тебе лучше все-таки пойти отлежаться Выглядишь ты немного лучше мертвеца Мертвец Капер больше не будет нам вредить Я таскал его в трюме Эвы С кучкой нарвалов И всех перебил Остался только Циклоп Марчелло Последний негодяй Замешанный в заговоре Ты сказал, виски тебе принес Джузеппе Фаццо? Да, мне нужно было сразу обратить внимание На его бледный вид и дрожащие руки Очевидно, его запугали Ладно, пойду найду эту жирную свиню И вытрясу из него сведения о Циклопе Уверен, он что-то знает Вызаравливай Акула все-таки хлебнула Травленного виски Слава богу У меня была с собой фляга Зелем Каманчи Это чудесный эликсир Спас Дотсона от неминуемой смерти Осталось найти Циклопа Отправляясь к Джузеппе Фаццо Именно он передал бочонок Акуле И выбью из этого мешка Гуана все, что он знает Ну что, ребят Я пришел именно вот к этому Йохану Чуваку Которому и хотел перейти Не стал записывать переход Ладно, неважно, ребята Времени мало Я ни в чем не виноват Они заставили меня А, что ты врываешься ко мне Словно здесь пожар Что ты себе позволяешь Сейчас я позволю себе еще больше Отравитель Что, что ты сказал? Я все знаю, негодяй И ты действовал заодно с Чадом Капером Ты принес бочонок с отравленным Романом Адмиралу Теперь молись, ничтожество Стой, стой, остановись Пощади Клянусь Они заставили меня Они приставили ко мне пистолет Ко? Замолчи Это понятно Где последний ублюдок Из их компании Где Марчелло Циклоп? Я Я не знаю Лжешь, поганый мешок навоза Это я вижу Где Циклоп? Он Он получил от Капера Какой-то приказ Я ушел Я не знаю, где он Опять лжешь Ты все знаешь Не трусь Молодушная тварь Капер мертв И ничего не сделает тебе Но если ты не скажешь Где Марчелло Я проткну тебя Как мух Как жука Прямо сейчас Что приказал Циклоп? Пучат? Он отправил его убить Красную Мэри Что? Говори немедленно Каким образом он планирует Это сделать? К ней в каюту На царе Смити Не попасть У нее заперты все двери Как он собирается убить ее? Он пройдет через корму Царе Смити В каюту Юргена Оруженника Когда тот отлучится Потом спустится На самое дно трюма По веревке Все трапы ведущие туда сломаны Затем тихо Пересечет Подтопленный трюм И выйдет прямо к аюте Мэри Дальше ему нужно будет Только дождаться Пока девушка повернется К нему спиной Или заснет И все Дело сделано Вот все что он сказал Чад Клянусь Я больше ничего не знаю Этого достаточно Когда он ушел? Когда? Я спрашиваю Циклопа шел на царе Смити Он уже наверняка у Юргена Спускается в трюм Проклятие! Вплай вокруг острова не успею Говори пароль нарвалов Для прохода на их корабли Говори А если солжешь Я все равно стану из живых Но тогда тебе уж точно конец Трафальгар Так Трафальгар Запоминаем Я запомнил А теперь молись Чтобы девушка осталась жива Час от часу не легче Проклятый чад Приказал циклопа убить Мэри И придумал план Как проникнуть ней в каюту Минуют дверные замки Фацо говорит Что Марчелло может быть Уже в трюме Царе Смити И подобраться И подбирается К ничего не подозревающей девушке Вплавь до ее каюты Я не успею добраться Только через территорию навалов Пароль до прохода Я вырвал у Джузеппе Трафальгар Нельзя терять ни минуты Я должен спасти Мэри Бегом на Царе Смити Ребят Вот как сейчас только что Выду из двери У меня пойдет Игровой отсчет назад Поэтому бежим По-быстрому Как можно быстрее Итак Выходим Титьки мять некогда Надо бежать вперед Итак Бежим Ускорение по времени Не работает Мы бежим именно в реальном времени Ну ладно Че ж Я тоже ускорять это на монтаже Тогда не буду Так Магазин Магазин Теперь на жопу Трафальгар Блин не забыть Ребята я знаю что ни в одну дверь пройти нельзя Они все заперты Поэтому я прыгаю Сюда Включаю тап Для того чтобы видеть Кое плыву А иначе вот в таком виде Ну блин Ну ничего не понятно Плывем Блин Жалко время ускорить нельзя Блин Я ж переживаю Но в принципе 50 секунд Я могу успеть Я торопился Не читая диалоги Так Вот он крюк И надо заплыть Как я понимаю За крюк что ли получается Или как Сейчас Сейчас ребят Секунду 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 Так 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 Поплываем Шарль давай только не тупи Так все идем 31 секунда Заходим Кстати я никуда не нажал Это само по себе переключилось Так Шарль куда то идет Я не иду никуда Ребята я не управляю Походу И идет какой то скрипт Ну и что Шарль Ты куда Эй Мужик Стой Сундук хоть загляни Может там Она спрятала что Так Это что за Это что за Выскочка Черт возьми Выследил Да гнус на убийца Теперь тебе конец А почему Этот снайпер Там одноглазый А вы вроде глаз заклеили Ну короче тебе конец И так противник повержен Мэри я видел что ты была за мои стороны Спиной не надо мне в затылок Стрелять из своей четырехдвустволки И так Шарль Как этот гад пробрался сюда Он пришел чтобы Да да Чтобы убить тебя Мэри Он пришел через каюту Юргена И спустился в дальнем конце Трюма по веревке Ах я то дура Я даже предположить такого не могла Этот чат его научил я уверенно Да Именно так Фух и я успел вовремя Он уже пробирался к твоей каюте А я как раз задремала сидя за столом Он взял бы меня тепленькой как говорится Но как ты узнал что циклоп отправился сюда Узнал Узнал Мэри Ты во второй раз спасаешь меня от смерти И оба раза появляешься как раз вовремя Да Как тебе это удается Ну не знаю Судьба наверное Да С твоим заточением покончено Чаткапер мертв Как и все его сподвижники Циклоп был последним Да Правда Шар Ты не обманываешь Нет конечно Эх Только сейчас почувствовал как я устал за последние сутки Неужели можно вздохнуть спокойно Спасибо Спасибо тебе огромное Ты мой герой Да Невероятно приятно слышать Это Мэри Как и быть твоим героем Ну Что красавица Ну что же ты стоишь Джентльмен А что же мне делать Точно джентльмен Ну пойди же наконец Обними меня Поцелуй Ты же уже Тоже хочешь Я этого вижу Да Мэри А я от тебя отвернулся Понятно Мне пофиг Я реально джентльмен Зашибись Шарль Смотрит на нее спиной Я в шоке Ребят Я не смею Заставку даже оставлять Я обязательно буду комментировать Потому что Она здесь глупая Эта заставка Тут по идее Момент А романтик Романтическая Такая минутка Но она нихрена Не романтическая Я вам так скажу Во Вот сейчас уже поумнее Ёлы-палы Значит Чтоб этого добиться Надо девушку Дважды От смерти Спасти Что ли получается Я думал только лишь Айфон 11 купить И уже все в кармане Я уже заждалась тебя Да Не уходи Я никуда не ухожу Милая Мэри Подождут все твои дела И адмирал подождет И твои пираты Следующая ночь Будет принадлежать Только нам двоим Да Конечно И остальные ночи тоже Да Мэри Шарль Ты че триндишь У тебя блин Элен на корабле Придурок Не Кто там сказал Что Шарль Джентльмен Я так не думаю Главное Взял к себе В офицера Элен Который Реально Любит Шарля Ну Шарль Ей очень сильно нравится А это еще Что за каракатица И тут уже С какой-то Блин Получается Мэри Блин Я в шоке Конечно Ладно Это не важно Ааа Ведь это же Ты Шарль Де Мор Да А в чем дело Уф Уже с ног сбился Тебя искавши Меня послали Акула И Лейтон Декстер Они просят тебя Как можно быстрее Явиться к ним На посе... На совещании Разговор очень важный Так что поспеши Вот как Хорошо Я немедленно отправляюсь На Сан-Августин Блин По идее Можно по верху пройти А вдруг они опять пароль спросят Если ты к адмиралу Проходи Он примет тебя Блин Вот знаешь Без тебя бы Я вообще не догадался Что мне адмирал Примет Блин Молодец Капитан очевидность Ёлы-палы Итак Я не собираюсь Ити в развалочку Ускоряю время Так Мы видим Адмирал Как сидит за столом Видим Какого-то чувака Ну Лейтон что ли Этот Или кто он там Ладно Попробую встать здесь Перо надеюсь Мешать не будет Сейчас вот подальше встану Вот Помоги мне выбраться отсюда Мое тайное убежище Оказалось западней Ха вот и Шарль Теперь мы все вместе И можем начинать Я позвал тебя и Лейтона Для того чтобы обсудить Сложившуюся ситуацию И решить что будем делать С Нарвалами В смысле Что делать с Нарвалами Покушение на меня Едва ли не увенчалось успехом Было организовано Чадом При непосредственной помощи Клана Нарвал Я расцениваю это Как открытое проявление Агрессии И вызов Учитывая тот факт Что мы выступили В кратковременный союз С Ривадос И представили им Возможность освободить Чинсета Я предлагаю следующее Мы образуем с Ривадос Альянс Подготавливаем операцию И совместными усилиями Уничтожаем клан Нарвалов В корне Своими бандитскими действиями Они окончательно Вывели меня из себя Тебе Шарль Как и в прошлый раз Будет отводиться роль дипломата Тебе нужно будет Переговорить с Черным Эдди И чинсетом Не убедить их Образовать с нами союз Против общего врага Думаю у тебя получится Особенно при учете того Что Ривадос считает тебя Своим сторонником Декстер разработает план Нападения на корабли Нарвалов С нескольких сторон Он изучил остров лучше Чем кто-либо другой Лейтон может У тебя Лейтон может У тебя прямо сейчас Есть какие-то Соображения по данному вопросу Так а вот и Лейтон Конечно есть Существует единственная Возможная тактика Атаки Нарвалов Она конечно не идеальна Но альтернативы Я не вижу Размещаем нашу ударную Группировку на Тартарус И обеспечим ее Несколькими лодками По сигналу наш десант Выдвигается по воде В сторону Церес Митти В этот же момент Бойцы Ривадос Усиленные нашим Вторым отрядом Атакуют Асмеральду Со стороны Эвы и Глории К тому моменту Когда бойцы будут Теснить Нарвалов К Сан-Габриэлю Наш десант доберется На палубу Церес Митти И нападет на Нарвалов С тыла Тогда они будут Вынуждены либо Воевать на два фронта И мы их легко сомнем Либо уйдут В глухую оборону На Сан-Габриэле Второе более вероятное Так как Сан-Габриэль Превращен Нарвалами В настоящий бастион А вот Сан-Габриэлем Сходу овладеть не удастся И вероятно придется Вести длительную осаду Мы попали в ловушку Из которой нет выхода Разумное предложение Загнанное на Сан-Габриэль Нарвалы Может и не поддадутся Натиску наших бойцов Но без продовольствия Они долго не протянут И начнут либо дохнуть Как мухи Либо им придется пойти В атаку Прямо на наши мушкеты Что скажешь, Шарль? Что я скажу? Скажу, что начинать войну Против Нарвалов Я считаю политически неверным шагом И это после того Как ты собственноручно Разделся с кучей пособников чада Не забывай Это были одни Нарвалы А не только Одним из главных негодяев Цикло Парчелло Не принадлежал к Нарвалам Более того Он лоялен к Ривадос И возможно планировал Стать одним из них А не Он же Мулат Я считаю, что Покушение на тебя Клан Нарвалов Целиком не имеет отношения Только же отдельные негодяи Завербанные капером И что же ты предлагаешь? Оставить Учиненное имя Беспредел безнаказанным? Я предлагаю Оставить за мной Изначальную роль дипломата Но только переговоры Я буду проводить не с Эдди А с лидером Нарвалов Неким Дональдом Кроме того Позволь мне Также высказать Свою точку зрения На последнее нападение На Нарвалов Излагай Насколько я изучал ситуацию Хрупкий мир на острове Возможно лишь за счет Противостояния Ривадос И Нарвалов Двух кланов Примерно равных Друг друг другу по силе Третья сила Твои бойцы Могут Повлиять на победу Того или иного клана Однако что Ривадос Что Нарвалы Достаточно сильны И победа одного клана Другим Приведет к серьезным Потерям у второго Здесь такое выражение Первого победа Когда победивший Остается настолько слаб Что становится Что остается Нежизнеспособен А я вот об этом Уничтожение Нарвалов Придется оплатить Большим количеством жизней Что Ривадос Что людей Твоего отряда Кроме того Как говорит Аллейтон Еще и придется Длительное время Саждаться Ангабриэль А также в случае Больших потерь С нашей стороны Не исключена агрессия Со стороны бывших Союзников Ривадос Не стоит забывать Что оба клана Стремятся к доминированию На острове И еще не так давно Были твоими Ярыми врагами В общем Извешивая все Про и контра Я привожу к выводу Что эта бойня Может обернуться бедой Для всех жителей острова Хэм В твоих словах Есть здравый смысл Но ты меня пока не убедил Кроме того Мне нужно как-то Покинуть остров А для этого Мне необходимо Добраться до статуи Купалькана на дне Ривадос Мне ничем Ривадос Мне ничем Помочь не могут Возможно Кто-то из нарвалов сумеет В общем Война с нарвалами Сейчас крайне невыгодна Ха Я кажется Догадываюсь По какой еще причине Ты не хочешь Открытой вражды с нарвалами Из-за рыжей девчонки Живущей на ЦРС Мите Так дружище Я угадал Не беспокойся за нее Шарль Раз она тебе так дорога Мы перевезем ее В безопасное место До начала боевых действий Ну раз ты так категоричен Я согласен Отправляйся к Дональду Грин Гринспи Лидеру нарвалов Его резиденция Находится в кормовой части Эсмеральды Посмотри что скажет Этот прохвост Хорошо Не буду медлить И отправляюсь сейчас же Додсон очень рассидился На нарвалов За то что они участвовали На стороне чада В покушении Так рассидился Что готовят против них Военную операцию Совместно с Ревадос Дабы стереть клан нарвалов С лица острова Лично я счел этот шаг Опрометчивым И высказал это акуле Также я попросил Дать мне возможность Провести переговоры С Дональдом Гринспи Лидером нарвалов Я уверен что заодно С чадом действовала Лишь небольшая группа негодяев Но никак не весь клан Ну в принципе У Шарля Более умное предложение Блин я еле передвигаюсь Придется время скорее всего Ускорять Поэтому Идем К лидеру нарвалов Друзьям и пособникам Черномазах Нечего то делать Прямой приказ босса Тебя к нему Не пускать И все таки Ему придется Меня увидеть У вас крупные неприятности Ребята Я с официальным визитом От адмирала Так что открывай Эту чертову дверь Ладно ладно Че расшумелся то Так бы и сказал Что к боссу от адмирала Пойми Тут всякие ходят Ты дашь мне пройти Наконец Ну вот спасибо Итак Заходим Получается сюда Блин Надо срочно Ключ от сундука Чтобы вот это все Содержимое Куда нибудь Переместить Так А вот это У нас получается Ихний босс Сударь Я прекрасно Осведомлен О ваших возможностях Ладно хоть осведомлен По какому вопросу Пожаловал Достаточно по неприятному Дональд На стиме на Дотсона Было совершено покушение Причем бойцы твоего клана Приняли в этом Самое деятельное участие Ничего Не знаю об этом Что ты взял Что это рук Дело моих бойцов Да потому что Я лично прикончил Несколько негодяев Из твоего клана Вместе с чадом Капером Боцманом адмирала Который и Заварил всю эту кашу Но в одиночку Он бы ничего не смог сделать Твои люди активно Помогали ему Адмирал знает Это и очень зол Мои люди А кто именно Ты можешь назвать Они не представлялись Они просто Доставали пистолеты И стреляли И вообще Что за беспредельщики У тебя в клане Готовы убивать даже своих Ладно адмирал Или я Но это же Каким надо быть негодяем Чтобы напасть на девушку Ха Ты это сейчас о чем О чем Я сейчас О нападении на Красну Мэри Которое На которую совершили Два нарвала Я совершенно случайно Оказался в ее каюте В критический момент Если бы я не мешался Они бы убили ее Имен я у них не спрашивал Не было времени Уж извини Но Мэри сказала Что это нарвалы Что за вздор Почему Мэри мне об этом не рассказывала Я бы немедленно принял меры До недавнего момента Она вообще боялась Боялась выйти из каюты А с тобой Она поругалась Так что Чего же она Не бежит к тебе за помощью Да не ругался я с ней Она захотела невозможного Мы немного повздорили И я ее выставил Но это не значит Что я Ладно не будем об этом В конце концов И ее проблемы уже решены Но сам факт Наличие среди твоих людей Полных отморозков Налицо Клянусь Я не знал Что случилось с Мэри Еще бы Но вернемся к адмиралу Покушение организовал Чат Капер И помогали ему твои люди Дотсона пытались отравить И только чудом Мне удалось предупредить Тяжкие для адмирала последствия Хотя его траванули Я никому из своих людей Не давал такого приказа Дотсон знает Что я не поддерживаю политику Покойного Алана И считаю Что хоть он мир Лучше доброй ссоры Тебе придется Заверить в этом адмирала А сделать это будет Ох как непросто После того покушения В результате которого Дотсон чуть не Распрощался с жизнью Хотя он вздыхал Вы видели ребят Он весьма зол На всех нарвалов Без исключения Акула собирается Объявить войну Надеюсь адмирал Отдает себе отчет Или он сомневается В том что мои люди Тоже умеют стрелять Отдает Он считает Что такое разбойничье гнездо Как ваш клан Нужно уничтожить Пока вы не начали убивать Тайком всех подряд Без разбора Кроме того У нас налажено отношение С Ривадос Достаточно мне прийти К черному Эдди С предложением И у нас будет С неграми альянс Против наших Объединенных сил Вам не устоять Черт побери Но почему За действие Нескольких безмозглых Тупиц Должен расплачиваться Весь клан Ты не подумай Я не боюсь вас Мы нарвалы бойцы И мы можем И мы точнее докажем Пусть даже в последнем Для нас бою Но я хочу справедливости К тому же адмирал Сам хорош Убилала на Милову В тюрьме Ну вот Ну вот Что ты за лидер Дональд Про мэри Ничего не знаешь Про Алана тоже Адмирал не убивал Мэрлоу Его убил Чат Каппер Если не веришь Позови красную мэри И спроси у нее Она подтвердит Он сделал это для того Чтобы посеять ненависть У нарвалов К адмиралу Склонить На свою сторону Так Хорошо Давай иначе Построим разговор Ты ведь не просто Так пришел И все рассказываешь Да Тебе что-то нужно Да нужно Я не хочу Устраивать на острове Кровавую бойню Я не хочу Что обогибли люди Мне не нравится Идея уничтожения нарвалов Хотя Уверяю Вместе с Ривадов Вместе с Ривадов Мы в состоянии Сделать это И я как и ты Считаю что весь план Не должен отвечать За действия кучки мерзавцев Но для голоса Но для моего голоса Недостаточно Ты должен Официально Заверить адмирала Что данное покушение Не было санкционировано Тобой лично И клан Не ставит целью Физическое уничтожение Дотсона Что я могу сделать Я готов лично Принести извинения Адмиралу за покушение И за подозрение В убийстве Алана И заверить Что нарвалы Не замышляют Ничего против него И поклянусь На библии Выскорить своих слов Вас с Дотсоном Такой вариант устроит Меня да Адмирала Если ты несешь ему Визит на санавгусте Наверняка тоже Но сначала Я передам ему Твои слова А затем еще раз Приду к тебе И мы продолжим беседу Хорошо Я буду ждать результатов Я скоро вернусь Дональд Гринспи Уверяет Что не отдавал Своим людям Приказа Действовать Дотсону Во вред И готов покляться В этом Что же Я не сомневался Что за этим стоял Негодяй Каппер Теперь к Стивену Но ребят Бегать опять По острову Не вижу смысла Поэтому на счет 3 Мы переходим К Дотсону И так Раз Два Три Ребята Я перешел Уже к Дотсону Для дальнейшего диалога Поэтому Встану здесь в углу Чтоб перо Мне не мешало Его видеть И погнали Помоги мне Выбраться отсюда Мое тайное убежище Оказалось западней Ну что Поговорил с Дональдом Вижу поговорил Да Он не давал приказа Своим людям Действовать во вред тебе Нарвалы Участвующие в покушении Были завербаны Чадом Каппером Лично Он очень расстроен Случишимся И уверяет Что Нарвалы Не намерены вредить тебе Он также готов лично Принести тебе извинения Из-за покушения Из-за подозрения В убийстве Алана Он готов прийти сюда И это все сказать Более того Поклястся на Библии Хех Возможно Это меняет дело Не исключено Что все это устроил Один Мерзавец Мой бывший боцман Я в этом полностью уверен Стивен Не нужна нам эта война Никому не нужна Ладно Хорошо Я готов принять Дональда Вместе с его извинениями Но пусть поторопится Иди И передай ему это Сделаю немедленно Стивен Постой Шарль Я очень рад что ты Появился на острове Так вовремя Я дал тебе Высокую оценку Но я вижу что Даже этого недостаточно Если бы ты был В моей команде То я Впрочем Пока ты не Отбыл с острова Я предлагаю тебе Занять место Каппера Будешь командовать Моим гарнизоном На Тартарусе Забирай туда Свою Мэри И устраивайся вдвоем Места тут Предостаточно Нет Стивен Спасибо Я не намерен задерживаться Тут надолго Назначь кого-нибудь еще А что до моей Мэри Так нам И на Цера Смите Неплохо Ладно дружище Пускай будет так Примя от меня в подарок Пятьсот Охренеть Дублонов Думаю они тебе пригодятся Не откажусь Ну кто от бабла отказывается Теперь вернемся К разговору о делах Наших карибских Я даю тебе Лотцию нашего острова Используй Используй ее Ты сможешь добраться Сюда масским путем В живом виде То есть Не сядешь на риф И не будешь унесен течением И не утонешь в шторме Без этой лотции Либо ты найдешь Сюда дорогу Либо пополнишь Кладбище кораблей Внешнего кольца Острова своим судном Кроме того Учти Пройти через риф И может только судно С относительно небольшой осадкой Маневренная и быстроходная Люгер Шхуна Бригантина В общем не крупнее Четвертого класса И я добрался сюда На бриге И боже упаси тебя Явиться на какой-нибудь Калоши Типа флейта Или галеона Или на большем корабле Они просто не проскочат Через рифы И благополучно Отправятся на дно А тут у нас даже Линейные корабли есть Например Тоджио Тартарус Все понял За мной на корабле Тогда я вступлю в игру Которую затеяли Со Севенсоном А вот уже Как ты будешь выбираться Ума не приложу Тут ты только сам Можешь себе помочь Или твой кукулькан Ты будешь смеяться Но именно на его помощь Я рассчитываю Спасибо за лотцу Стивен Я обязательно придумаю Способ как выбраться отсюда И вернуться вновь на корабле Тогда я желаю тебе удачи И по возможности поторопись Склады мои пустеют И скоро продовольствия Начнет не хватать А что такое Голодные и вооруженные люди Думаю тебе рассказывать не надо Я понимаю А теперь мне пройти И еще увидимся Ребят То что сказал Стивен Если мы приплывем сюда На галеоне Или линейном корабле Мы будем Короче на дне Нас рифы настигнут Короче Он просто Насвистел Ничего такого не будет Сразу вас заверяю Если вы прошли Остров справедливости И захотите Вернуться сюда На корабле Допустим на галеоне Вы сюда приплывете Не вопрос Вы не умрете Корабль Будь с ним нормально Но вы не сможете Высадиться сюда Высадка Только возможно Как уже Стивен сказал Только с четвертого ранга Ладно Я опять походу Забалтываюсь Поэтому ребята Давайте короче Ближе к делу Ближе к сюжету Я перехожу Я перехожу к нарвалам Ну что ребята Я здесь У нарвалов Получается На эсмеральде Блин У меня такое впечатление Что меня как мальчика На побегушках Опять используют Прямо как во второй серии Моих прохождений Ну ладно Не будем обижаться Блин Нашли реально пацана У тебя в шоке конечно Не будем обижаться Давайте-ка Дальше базарить Сударь Я прекрасно Осведомлен О ваших возможностях Ты уже поговорил с адмиралом Какие результаты Да поговорил Если ты нанесешь Официальный визит С извинениями То инцидент будет исчерпан Сказать по чести Не ожидал Очень хорошая новость Да Ты знаешь Я тоже рад этому Ты оказал неоценимую услугу Клану Нарвал Предотвратив Бессмысленное кровопролитие А возможно И тотальное Истребление моих людей В знак признательности Я даю тебе этот Бешеный мушкетон Ой Извиняюсь Бешен Башенный мушкетон Такого оружия Ты нигде не найдешь Кроме того Ты сможешь беспрепятственно Посещать нашу закрытую территорию Как и любой член клана Спасибо Очень ценная вещь Да Дональд И еще Помирись с Красной Мерри Она конечно горячая Сплечивая Но зато искренняя И не умеет лгать Из-за ссоры с тобой Она Отстранилась от клана И чуть не попала в беду Передай ей Что я Прошу у нее прощения За то что обидел ее тогда И за то что два мерзавца Недостойные Называться Нарвалами Осмелились поднять на нее руку Ведь вы с ней Друзья Я не ошибся Но говори правильно Любовники называется Это любовники Хотя есть более такое Матершинное слово Но ребят Я стараюсь все таки Без мата вести контент Поэтому я думаю Вы сами догадались Мне Дональд не ошибся Обязательно передам И действительно рад Что все закончилось миром Удачи Если у тебя появятся Какие-то вопросы Я всегда рад тебя видеть В моей резиденции Я приму к сведению Всего доброго И в итоге ребята Что мы имеем Я получил Оцию острова справедливости И дополнительное указание Оказывается К острову Способно подойти Только судно Небольшой осадкой И не выше четвертого класса В противном случае Можно увеличить Число погибших Кораблей острова На одну единицу Теперь пришло Самое время Подумать Как выбраться отсюда Ребята Я сказал Это все Свистешь Ничего с кораблем Не будет Мы приплывем сюда Мы не сможем высадиться Ну что ребята Я пришел На корабль Мэри Так называемый Я забываю Он там Какая там Флорентина Или как называется Ладно Я не буду врать Мне надо В первую очередь Вообще Нахрена я сюда пришел Объясняю Мне надо найти Юргена По-моему Того знаменитого Я не знаю По-моему Он здесь сидит Если я не ошибаюсь Конечно И надо С ним Ну вообще Познакомиться И поговорить Вот он Вот он Как выглядит Не вертись Под ногами Зашибу Ненароком Слышь Ты что Меня грубишь Придурок Ааа Шарль Демор Наслыша Наслыша На ваших делах Приятно Что вы стали Другом Дональда И нашим сторонником Нарвалы Умеют ценить дружбу Это я вам Говорю точно Надеюсь Что это так Я могу рассчитывать На ваши услуги Можете Друг Нарвалов Мой друг Так что Что вы можете Высказать свои пожелания Так Тут получается Я бы хотел Сготовить клинок Под заказ Да Клинок под заказ Хорошо Но у меня есть Определенные требования К заказу Так что выслушайте сначала А потом решайте Заказать или нет Я вас внимательно слушаю Вы можете заказать У меня только один клинок И только один раз Также я не принимаю Заказа Какого-то конкретного клинка Вы можете выбрать Только тип Который хотите Рапиру Саблю или палаш А уж Что получится Выковать Будет зависеть От того Какие материалы У меня в наличии На данный момент Так что Хорошенько подумайте Прежде чем Сделать выбор Далее срок изготовления 20 дней Оплата исключительно В дублонах Ставка у меня фиксированная За любой клинок Тысяча золотых Деньги вперед Ого Не дешево однако Да Не дешево Но и клинки Я делаю соответствую качеству Так что цена Оправдана Впрочем Я вас не принуждаю Хотите заказывайте Хотите нет Так Так Пожалуй Так Ладно Давай Юрген Я хочу сделать заказ Так А у меня дублонов То нету Ну что ребята Мы поняли Что я бомжа У меня нет денег Мне надо Тысячу дублонов Я подумаю Как мне их тут достать А может Получится А может быть Нет Не важно Прикол только в том Что мы Все таки Разобрались Со Стивеном Дотсоном То есть Мы пытались Предотвратить оторвление Нам это Не удалось Мы использовали Для Как бы Для возрождения Или как вы сказали Для спасения Зелий Который нам дал Змеиный глаз У нас осталось Одно зелие А как я знаю Надо чтобы два зелия Было для перехода Я знаю Где находится Еще одно зелие На устрое справедливости Но об этом Чуть чуть попозже Получается Покушение На акулу Я серию Заканчиваю Встретимся ребята В следующей серии А пока Я просто хочу Всем напомнить То что Подписывайтесь Ребята На канал И обязательно Ставьте колокольчик Чтоб не пропустить Более свежие серии Ну а если тебе Нравятся Корсары И вообще Эта игра То поставь лайк К этому видео И мы обязательно С тобой Встретимся В следующей серии Итак ребята Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok